всем добрый день из карантина с вами программа житого лыбких людей и мы продолжаем наши выпуски потому что в любом случае страну кормить нужно сегодня с нами соломский тимур александрович руководитель компании доброкрай тимура считают человеком который наверное активнее всех стране борется за рожь и он нам сегодня расскажет о своем опыте тимур здравствуйте тимур расскажите о вашей компании доброкрай как давно работаете на рынке как все начиналось вязались эту тему с розью сама компания доброкрай существует на рынке семь лет как мы вязались в рожь несколько там 7-8 лет назад я работал в хлебном холпинге достаточно крупным украинским когда принял решение его покинуть была мысль чем же мне заняться на тот момент я увидел рыночную возможность ржаной муки украине мне она показалась интересной перспективы начал эту тему развивать на базе ореховского мелькомбината конце светского союза уже там восьмидесятых годах установили оборудование под рожаную мельницу но когда мы ее запускали она стояла уже в этом порядка десяти лет не работала принципе это было толчком и шагом для того чтобы начать этот бизнес в нашем регионе я увидел возможность рыночную что есть рынок нет производителя местного не очень стара скажем она была отчасти старой территории старых зданиях до постройки мы часть сделали реконструкцию вот оборудование достаточно свежое мы просто предали автоматизации при этом она имеет достаточно хорошей мощности то есть три тысячи тонн в месяц мы можем выдавать продукт какую продукцию производите мы производим как бы муку ржаную сеянную обдирную обойную вот еще мы работаем так как достаточно большие объемы ржи покупаем украине у нас большой багаж наших клиентов мы являемся давальческими переработчиками солода ржаного в украине работаем житомирскими лс и реализуем еще солод ржаной ферментированный а если посмотреть структуру ваших вот продаж сколько процентов занимает мука сколько солод в нашем случае где-то сорок процентов ржаная мука где-то сорок процентов это пшеничная мука и 20 это солод пшеничная мы сами мы пшеничную муку не перерабатываем мы тоже работаем с нашими бизнес-партнерами вот но пшеничная мука достаточно высококонкурентный рынок в украине большой переизбыток мощностей маржа там очень маленькая как у вас сейчас компания справляется с карантином цели работают как и все мероприятия связаны с дистанционным управлением присутствует административный персонал да у нас находится на удаленке те которых удаленку сделать него присутствуют физические руки конечно выходят на работу сложная ситуация объемы потребления как бы не могу назвать их стабильными какого класса муку вы производите с каким числом падения ну классности муки как таковой нет есть там стандарты которые перешли из советского союза преобразованы из гостов до сту сейчас в принципе уже вообще свободная форма общения производства по сути дела продукта возможно украине стандартный набор это сеянная бедерная обойная ржаная мука различие в простоте это наличие количества у них отрубить самой муки самое как бы высокого класса и по дороговизне по стоимости стоимости переработки потому что там нет практически отруби это сеянная мука число падения у него 150 мука обдирная чуть меньше процент но чуть больше процента трубей число падения 140 минимальная планка ну и обойная мука 105 число падения и соки процент содержания трубей а вот в основном настройка оборудования хотя вот гибридная мука с которой мы работали не мука зерно с которым работали у них чуть но как и меньше содержание трубе зерно более более твердое больше выход получается больше выход готовой продукции меньше отходов одна тонна гибридной ржи одна тонна сортовой ржи сколько у вас вот выходит муки из меня вот с одной и со второй опять же мукарация смотря сеянная обойная обдирная вот у них каждый свой выход выход скажем так в одной и той же муке 2-3 процента если взять работать число гибридном зерне на 2-3 процента той продукции выйдет больше у нас есть 11 мест хранения силосов которые когда мы принимаем сырье это рож парке является автомобиль да вот каждый автомобиль может быть с различными качественными показателями соответственно мы ложим в отдельные места хранения и уже когда в технологию помольную партию мы формируем мы можем миксовать сырье попадается разного лучшего лучшего качества соответственно мы уже у себя формируем до помольные партии вы зашли на рынок до того как вот участия с белоруссию или в этот же момент мы начали работать когда ржаная мука была дешевле пшеничной муки и сама рожь была дешевле порядка 20 процентов 25 дешевле пшениц вот мы начали на этом в этой ситуации работать потом ситуация изменилась в госпроизводитель ежегодно сокращал площадя пассивные под рожь отдавал предпочтение более рентабельным продуктам и образовался дефицит в состоянии ближайший производитель который производит в профиците огромном количестве рожь это ближайшая страна это белоруссия я выезжал два раза белоруссию переговоры и не обещали минске и второго промышленной палате о том что белоруссия грузит в украину я смогу закупить именно сырье как крош для того чтобы переработать но пошло все по-другому батьку сказал мы будем продавать только готовый продукт муку дабы наши мукомольные предприятия белоруссии зарабатывали деньги они просто его точки зрения аналогично а вы предлагали вести импортную пошлину либо вести импортную пошлину либо вести какие-то дотационные меры для сельхозпроизводителя для тех которые будут выращивать рожь в украине ну вот ответ ни один из вариантов не принят но как вы дальше выстояли потому что вы все равно дальше занимаетесь рожью да нам было очень сложно в том году к сожалению мы потеряли действительно там наверно 70 процентов объемов своих продаж мельница работала там двух-трех дневном режиме потом появился новый урожай благополучно как бы мы пережили еще следующий полу прошлый маркетинговый год восемнадцатый-девятнадцатый можем сказать это пик цены рожи в украине там и не только мы знаем что вы стимулировали агрария вокруг себя что вы даже там кредитовали их на посевмат да ну там закупали им посевмат и потом выкупали продукцию как у вас была настроена вот эта система мы работали с продавцами либо производители пассивного материала выступали в роли посредника инвестора который дает пассив мат будущий урожай гарантию выкупа консультационные мероприятия проводили напрямую те специалисты технологии которые являются эксперты в это в области мы как бы закрывали риски агрария следующим образом но они не хотят вкладывать деньги в продукт в рожь непонятный для них они не знают как выворачивать мы пытались довести до того что ваши риски минимальные вы мы покупаем для вас посевмат вот технолог который прямой контакт телефон электронная почта который вас сопровождает в процессе и мы гарантируем выкуп этого урожая рожь постоянно в тренде дороже пшеницы каких-то там не до урожаев не было наоборот все те которые с нами сработали все довольны а вот скажите какие вы аргументы обычно используете для агрария чтобы они все-таки решились выращивать гибридную рожь сортовую рожь на сегодняшний день это день сельхозпроизводитель чаще всего говорит мне нужен вал с одного гектара сколько я получу называют цифру называю урожайность называют стоимость там приблизительно по сегмата и собуствующую еще информацию говорю о том что она действительно производство ржи она не капризная меньше надо уход за рожью чем за пшеницей там какой-то другой культурой там она меньше подвержена риском каким-то погодным ты плюс она там хороший предшественник другим культура риски его гарантированно сбыт я тебе обеспечу а сколько нужно было чтобы агрария засевали гектар для того чтобы не было дефицита жаной муки в украине чтобы не нужно было закупать белорусского для внутреннего рынка украинского сто тысяч сто десять тысяч тонн жена джита необходимо рожи рожи для украины вот так сюда берете среднюю урожайность да и получаете гектара который не вы много работаете какие условия рынка для вас бы были идеально о чем вы мечтаете ну любой бизнесмен мечтает мечтает 1 детская монополия мечтать не может все остальное скажет значит будет лукавить какой видите компанию ближайшие пятилетия ну наверное финансовой стабильности уже хочется потому когда последнее время такая синусоида постоянно присутствует то вверх то вниз быть в росте как бы быть там в первой пятерке если казательно это первой пятерки украины среди производителей там любую компанию красит вот ее руководитель да вы успеваете вообще отдыхать как отдыхаете что вас мотивирует радует успехи в том же бизнесе на предприятии они всегда мотивируют и радуют какие-то отвлеченные хобби мы живем на днепре да у нас есть есть рыбалка нашей жизни так моей жизни до выходные мы проводим на воде всегда вот прогулки собакой растут дети как говорится но и путешествие посмотреть между это всегда интересно что пожелаете стране в это вот сложное время не поддаваться панике я думаю как ворчук ворчук поет все буду добрый сделать правильные выводы не только страна как бы все человечество мы немножко наверное какой-то суматохи и в бешеном темпе жили до пандемии да и вот нам дает шанс сейчас ситуация остановиться и о чем-то задуматься поэтому всей украине крепкого здоровья здоровья и надежда на лучшее быть оптимистом со своей стороны тоже вам желаем вам вашей семье собаки всем всем коллегам желаем здоровья и очень надеемся что все цели реализуются дорогие зрители оставайтесь с нами на канале квс украина смотрите наш дэкзи был